Анна Штейнберг спрашивает, каким профессиям учить детей, чтобы они в будущем смогли работать и зарабатывать. Что будет актуально? Это сложный вопрос. Главное, чему нужно учить детей, это учить учиться. Потому что всем нам придется много переучиться. Даже мне, человеку, которому уже почти 50 лет, придется учиться и переучиваться. В последние годы я все время пытаюсь изучать новые вещи. Как исследователь я должен много читать и приобретать новые навыки. Но любой человек, не только исследователь, преподаватель, все время будет вынужден учиться. И поэтому, когда вы думаете об этом, думайте о программах, где вы получаете не только знания, но и мягкие навыки. А именно, креативность, критическое мышление, умение работать в команде, умение, навыки коммуникации. Это то, что называется аналитский 4C, по-русски называется 4К. Креативность, коммуникация, кооперация и критическое мышление. Это те навыки, которые необходимы для успеха в будущем. Несмотря на то, что многие рабочие места будут автоматизированы, в том числе, например, рабочие места переводчиков и программистов, тем не менее, конечно, в ближайшие десятилетия те люди, которые больше всего будут востребованы на рынке, те люди, которые участвуют в глобализации и участвуют в автоматизации. Они боятся автоматизации и глобализации. Глобализация и автоматизация не будут остановлены, и поэтому вам нужно искать профессии, где вы, грубо говоря, помогаете роботам работать, создаете новых роботов, включая саттерных роботов, а не боитесь того, что эти роботы заберут ваши рабочие места. И в этом смысле математика, программирование полезны, изучение иностранных роботов тоже полезны. Роман Тимченко спрашивает, Сергей Маратович, что вы думаете об утверждении Хазина, о том, что эпоха капитализма фактически закончилась, капитал не воспроизводится, и какую, о которой он постоянно говорит, модель он придумал? Я не знаком с этим высказыванием Михаила Хазина, я почитаю, ознакомлюсь. Я уверен в том, что эпоха капитализма не закончилась. Действительно, сегодня большая часть инвестиций идет не в физический капитал, а в то, что по английски называется интенжиблс, капитал, связанный с изобретениями, с программным обеспечением, бренды. Это действительно большая часть экономики, все большая часть экономики. Все большая часть экономики – это экономика, основанная на знаниях, и это не промышленность, а услуги. Надо сказать, что даже в России большинство рабочей силы работает в секторе услуг, и большинство ОВП производится в секторе услуг. И то же самое, естественно, является во всех западных странах. Субтитры делал DimaTorzok